Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Станислав Морулев, юрист по банкротству, кредитный юрист. И сегодня у нас будет тема достаточно интересная и актуальная. Если у вас есть проблемы с кредитными долгами, то рекомендую обязательно досмотреть это видео до конца. И перед тем, как мы начнем, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Итак, тема сегодняшнего видео это «Что делать, если микрофинансовая организация или банк написали на вас заявление в полицию?» Такое часто, к сожалению, бывает. Заявление пишется по факту мошенничества в сфере кредитования, либо по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Действительно, у нас в Уголовном кодексе существует две статьи, которые подразумевают наказание за неуплату долговых обязательств. Первая статья – это статья 159.1 Уголовного кодекса, и вторая статья – это статья 177 УК РФ. И давайте об этом подробно поговорим. Расскажу вам, что конкретно делать, если на вас написали заявление в полицию. Итак, сразу начнем с причин, зачем вообще пишут заявление в полицию. Чаще всего это делают именно микрофинансовые организации, но и банки этим тоже периодически промышляют. И чаще всего это делается просто с целью психологического давления, так как если написано заявление в полицию, то его обязательно должны рассмотреть. И, соответственно, чаще всего, повторюсь, этим пользуются именно с точки зрения психологического давления. И в первую очередь вам нужно определить, реально ли на вас заявление в полицию написали, или же это просто фейк. Потому что сотрудники МФО, например, они приноровились представляться с сотрудниками полиции. То есть, очень часто они выдают себя за сотрудников полиции. И вот, якобы, типа, там пишут смс-ку или звонят, причем они даже могут позвонить с реального номера ОВД, который есть возле вас. Я далее расскажу, как это все делается. И представятся реальным фамилиям, именем и отчеством сотрудника полиции, который в этом ОВД работает. Как они это делают? Очень легко. Дело в том, что сейчас есть программное обеспечение, которое может подменить номер, с которого вы звоните. То есть, к примеру, я смогу со своего телефона позвонить вам с номера 900 или с любого другого номера. То есть, с какого мне, в принципе, захочется. Также сотрудники МФО могут посмотреть ОВД, которые находятся по месту вашей регистрации. И посмотреть номер телефона, который закреплен за этим ОВД. Плюс ко всему, на сайтах ОВД есть информация о сотрудниках полиции, которые там работают. И таким образом они берут любого сотрудника, который там работает, используют его фамилию, имя и отчество. И вам им просто представляются. Также они подделывают и сообщения, которые приходят вам якобы от полиции. Так как же проверить, фейк вы, это полицейский или нет? Да все очень просто, ребят. Если вам пишут смски или сообщения в WhatsApp, ну или сообщения на почту скидывают, к примеру. То будьте уверены на 100%, что это фейк. Вас обманывают, это не сотрудники полиции. Запомните, полиция никогда не будет вам писать смски и уж тем более сообщения в WhatsApp. Тем более, если подобные сообщения имеют содержание такого плана, что давайте платите по займу. Или мы вам тут сейчас уголовную статью будем возбуждать. Это точно не полиция. Полиция и так не общается. Или, например, еще более глупо некоторые МФОшники делают. Но, как ни странно, люди на это ведутся. Они пишут сообщения, якобы от полиции, и предлагают встретиться. Но встретиться не в УВД, а где-нибудь за пределами УВД. Говорят, что там будет юрист компании или сотрудник службы безопасности компании. И с человеком действительно встречаются и предлагают просто заплатить долг. Ну или же в противном случае, типа, будет возбуждено уголовное дело. Ну вот так вот людей, по сути, и разводят. И чтобы на это не попасться, нужно действовать следующим образом. Допустим, вам позвонили типа из полиции. Допустим, даже с реального номера представились каким-то именем, отчеством, званием и так далее. Что в этом случае делать? Возьмите и просто перезвоните в УВД. Сами перезвоните и спросите, совершался ли звонок от какого-то сотрудника полиции вам. И здесь, если вас обманули, то они сразу попадутся. Это первое, соответственно, что нужно понимать. Если же все-таки заявление в полицию написано, то чаще всего его отписывают участковому. Далее уже участковый вас вызывает на беседу. И здесь есть очень важный момент. Беседа и допрос – это абсолютно разные юридические понятия. К большому счету, беседу вы можете даже пропустить. Она обычно неофициальна. Официально же вас никто не вызывает. Участковый обычно может прийти к вам домой или же позвонить. И если он звонит, то также обязательно пробиваем через Яндекс, например, действительно ли это участковый. Итак, если вас вызывают, то я рекомендую все-таки сходить, не игнорировать. Просто вам так потом будет проще от этой ситуации побыстрее избавиться. Соответственно, когда вы придете к участковому, он вас попросит написать объяснительную. И здесь многие спрашивают, а что мне писать в объяснительной? Я не знаю. Смотрите, друзья. Здесь все зависит от ситуации. Если вы действительно взяли займ без поддельных документов, вы просто взяли займ, пусть даже вы указали какое-то старое место работы или даже несуществующее место работы, это не страшно. Вы не преступник и никакой уголовной статьи вам не будет. Пишите в объяснительной все, как оно есть. То есть, если даже вы указали старое место работы, то вы прямо вместе с участковым при нем можете позвонить в эту микрофинансовую организацию, которая на вас заявление подала в полицию, и спросить у них на горячей линии, к примеру, вот смотрите, я хочу взять займ, но я работаю неофициально, можно я укажу старое место работы? И вам в любом МФО подтвердят, что да, можете указать старое место работы. Мы, кстати, неоднократно проверяли это все одно и то же. Они сами говорят, что, мол, указывайте любое место работы, нам типа все равно. То есть, сама же микрофинансовая организация особо как-то не удосуживается проверять, официально работает человек или нет. Потому что они прекрасно знают, что в России большая часть людей вообще работает неофициально. И как бы люди, которые к ним обращаются, обычно это люди не с самыми лучшими финансовыми показателями. Поэтому, если вы никаких там поддельных справок 2НДФЛ не предоставляли, то в этом случае не нужно вообще бояться, что вам инкриминируют какую-то уголовную статью. Самое главное, чтобы у вас не было поддельных документов. Поэтому в объяснительной пишите все, как оно есть. Ну, к примеру, брал займ, сейчас потерял работу, не имею возможности платить. Участковый отпишет это все в прокуратуру и, поверьте, придет отказ в возбуждении уголовного дела. Так как здесь совершенно нет никакого состава преступления. Ну вот, если вы все-таки подделали документы, да, если вы предоставляли справку 2НДФЛ поддельную, или вы предоставляли поддельный паспорт, что еще хуже, возможно, снился, то в этом случае, конечно, уже могут быть проблемы. И даже может быть, в принципе, возбуждено уголовное дело. И здесь вас уже вызовут не на беседу, а на допрос, который будет вести не участковый, а, соответственно, следователь. Здесь, конечно же, лучше подготовиться более серьезно. Лучше проконсультироваться уже с юристом или адвокатом, и, соответственно, лучше пойти на допрос с ним. Все, что я объяснил сейчас, это касается статьи 159.1 Уголовного кодекса. Есть еще одна статья, это статья 177 УК РФ. И она с точки зрения микрофинансовых организаций вообще здесь, в принципе, неприменима. Потому что она допускает, что вы не исполняете долговое обязательство с суммой более 2 250 000 рублей. То есть, если у вас в МФО нету долга, именно в одном МФО больше 2 000 000 рублей, то об этой статье даже говорить, в принципе, смысла нет. Она абсолютно мертвая. Что еще я хотел сказать? Смотрите, бывает, попадаются не очень такие, скажем, добропорядочные участковые, которые не хотят просто заниматься лишней рутиной, и они могут вам что? Могут сказать следующее, типа, давайте лучше заплатите, а то мы в отношении вас уголовное дело будем возбуждать, да? У нас такие участковые были на практике. Это, конечно, редкость, но, в принципе, они есть. И что делать в этом случае? В этом случае просто пишите жалобу на этого участкового в прокуратуру. Потому что это, во-первых, вымогательство денег, а во-вторых, это превышение должностных полномочий. То есть это нарушение двух достаточно серьезных уголовных статей. Понятно, что уголовное дело в отношении участкового возбуждать никто не будет, но больше вам такого он точно никогда не скажет. В общем, не давайте им нарушать ваши права, и помните, что вы никакой не преступник. Вот такое небольшое разъяснение вам о том, что делать, если банки или МФО написали на вас заявление в полицию. Обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые, еще более интересные видео. А если вам нужна юридическая помощь, помощь в списании долгов, то пишите мне в личку, контакты есть все под этим видео. Мы работаем по всей Российской Федерации. Всех вам финансовый благ, друзья, и до скорой встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok